Как обеспечивалась безопасность Сталина в Тегеране 43. 28 ноября 1 декабря 1943 года в Тегеране состоялась первая встреча глав трех держав, возглавивших антигитлеровскую коалицию Сталина, Рузвельта и Черчилля. Организация Тегеранской конференции объединенных наций, так ее называли в военное время, встреча «Большой Тройки», проходила в условиях повышенных мер секретности. Ключевое значение в данном отношении имело ночное заседание 20 октября 1943 года. Тогда на приемы у Сталина в его кремлевском кабинете находились Берия, Ворошилов, Молотов, Маленков, Микоян, а также из Народного комиссариата иностранных дел Литвинов, Деконозов и Вышинский. На этой встрече обсуждались в основном вопросы подготовки к предстоящей Тегеранской конференции. Берия писал, дело трудное. Для всех это первое такое мероприятие на выезде. А мне и моим ребятам раньше с такими задачами сталкиваться не приходилось. Ну, нет таких крепостей Коба, Сталин, вызвал меня немного раньше и минут 10 говорили наедине. Вопросы обеспечения безопасности его волнуют и по советской, и по западных делегаций. Из Германии идет информация о подготовке покушения. Надо подобрать свою группу, надо иметь в Тегеране своих ребят параллельно. Надо исключить для немцев малейший шанс, все может быть. Надо подумать и учесть. Отъезд государственной делегации, которую возглавил Сталин, из Москвы в Тегеран был окружен завесой полной секретности. О его маршруте знал крайне ограниченный круг лиц. Литерный поезд номер 501 отошел из Москвы в ночь на 22 ноября 1943 года от железнодорожной платформы в районе Кунцево. При этом Сталин разместился в бронированном вагоне. Генерал армии Сергей Штеменко вспоминал, что тогда высокое начальство не было до конца откровенным и с ним. Он воспроизвел следующую беседу с генералом армии Алексеем Антоновым «Будьте готовы к отъезду. Возьмите карты всех фронтов и прихватите шифровальщика. Куда и когда поедете, узнаете позже». Отмечая, что лишних вопросов тогда не принято было задавать, он описал собственную реакцию «Все было ясно и без того предстоит какая-то важная поездка. В два часа ночи за мной заехал нарочный из Кремля. Я доложил Антонову, взял портфель с картами, и мы тронулись в путь. Мы, наконец, выехали к железной дороге на какую-то незнакомую мне воинскую платформу. На путях темнел поезд. Сопровождающий подвел меня к одному из вагонов и коротко бросил поедеть и здесь. В вагоне, кроме меня, никого не было. Проводник показал купе. Мелькнуло, видимо, мне предстоит сопровождать на фронт кого-то из ставки. Вскоре в вагон вошли Ворошилов и еще два человека. Климент Ефремович поздоровался и сказал. «К вам и вице-комендант поезда. Скажите ему, где и на какое время нужно будет сделать остановку поезда, чтобы к 11 часам собрать данные об обстановке по всем фронтам и доложить их товарищу Сталину. В последующем будете докладывать, как в Москве, три раза в сутки». Поезд тронулся. В вагоне я опять остался один. Потом появился комендант и сообщил, что едем мы по маршруту на Сталинград. Договорились с ним быстро, в 9 часов 40 минут будет Мичуринск, там следует остановиться на полчаса и немедленно подключить линию телефона Веча. «Все будет сделано», — заверил комендант и удалился. По прибытии в Мичуринск Штеменко перешел в салон, где стоял телефон Веча. Раза стлал на столе карты, соединился с Москвой, получил все необходимые данные, нанес обстановку на карты. Около 10 часов утра в салон вошел Ворошилов. Штеменко сделал краткий доклад. В 11 часов 22 ноября начальник охраны Сталина генерал-лейтенант Николай Власик пригласил Ворошилова в салон Верховного главнокомандующего. Вскоре пришли за Штеменко. Кроме Сталина и Ворошилова в салоне находился Молотов. Верховный спросил, есть ли что нового на фронтах. Нового было немного, и Штеменко отпустили. После получасовой остановки в Сталинграде поезд продолжил движение. И когда Штеменко вновь потребовали к Сталину, то у него были те жилица. Все сидели за накрытым к обеду столом. Доложили обстановку. Затем Штеменко передал Верховному несколько просьб и предложений с фронтов, полученных через Антонова. Сталин разрешил все просьбы, утвердил предложение и пригласил Штеменко обедать. Обедали часа полтора. Разговор все время шел о какой-то предстоящей конференции с участием Рузвельта и Черчилля. И о ней Штеменко ничего не было известно. 23 ноября, по его свидетельству, заведенный порядок оставался неизменным. Три раза ходил на доклад в вагон Сталина. Прибыли в Баку. Военный историк Николай Великанов отмечает, Ворошилов принимал участие в конференции в составе советской делегации третьим официальным лицом после Сталина и Молотова. С одной стороны, как относящийся к элите власти, с другой, как военный специалист. Впрочем, Сталин основным экспертом по этой части взял Сергея Штеменко, он должен был еще обеспечивать делегацию необходимыми данными о положении на советско-германском фронте. На гримящих артиллерийскими канонодами рубежах, где открытие второго фронта ждали давно, никто, конечно, не подозревал о предстоящей встрече трех руководителей антигитлеровской коалиции. Не знали и о специальном составе, который шел на Сталинград, затем поворачивал на Котельникова и следовал через Кизляр и Махачкалу до Баку. Правительственный состав со Сталином по территории Сталинградской области туда и обратно вел первоклассный машинист Николай Атаманов. Работа поездной бригады отличалась исключительной четкостью и организованностью. Атаманов не только обеспечил продвижение поезда строго по графику, но и организовал эффективное обслуживание поезда в ходе движения и его осмотра на стоянках. Атаманову была вручена золотая звезда Героя социалистического труда. Атаманов рассказывает, в воздухе еще иногда появлялись немцы, поэтому поезда ходили с противовоздушной защитой. Правительственный поезд состоял из восьми вагонов и двух бронеплощадок, спереди и сзади, с зенитными установками. Мы вели его от Филонова до Котельникова, а через некоторое время обратно. Это было в период Тегеранской конференции, но мы о ней еще не знали и никак не предполагали, что ведем поезд, в котором едет товарищ Сталин. Безопасность движения поезда обеспечивали войска НКВД. Кроме того, на охрану каждой стрелки железнодорожного пути, по которому следовал правительственный поезд, назначались офицеры госбезопасности и ответственные работники управления и отделений движения железнодорожного транспорта. В целях максимального обеспечения безопасности движения поезда было принято решение использовать паровоз с заправкой мазутом. Поэтому бригада паровоза, которая вела состав до Баку, состояла всего из двух человек, машиниста и его помощника, в ней отсутствовал кочегар. Весь путь следования правительственного состава был разбит на пять участков, в конце каждого из которых предусматривалась остановка для заправки водой и мазутом. Поскольку встреча лидеров «большой тройки» в Тегеране готовилась в обстановке строжайшей секретности, то следование поезда, в котором Сталин направлялся в Баку, представляло огромную государственную тайну. Поэтому на кратковременную встречу со Сталиным во время остановки поезда в Сталинграде был приглашен строго ограниченный круг официальных лиц. Следующая техническая остановка особого экспресса была на станции Котельниково. В период Сталинградской битвы станция и населенный пункт Котельниково стали местом ожесточенных боевых действий. Здесь, в районе Котельниково, была разгромлена танковая группировка Манштейна, рвавшаяся к Сталинграду на выручку окружанной 6-й армии Паулюса. Продолжительность стоянки позволяла Сталину, несмотря на секретность эшелона, встретиться и побеседовать с железнодорожниками и рабочими депо станции. В память об этом событии в 1949 году и в честь 70-летия со дня рождения Сталина участники этой встречи изготовили и передали генералиссимусу подарок – настольный чернильный набор с макетами паровоза и тендера. Из Баку делегация во главе с Сталином должна была вылететь в Тегеран. Александр Голованов, военачальник, главный маршал авиации, командующий авиацией дальнего действия приставки Верховного главнокомандования в мемуарах рассказал, как готовился и осуществлялись перелеты по маршруту – Баку-Тегеран, Тегеран-Баку. Деятельность Голованова в годы войны была подчинена Сталину. Голованов писал, ни генеральный штаб, ни руководство наркомата обороны, ни заместители Верховного главнокомандующего никакого отношения к боевой деятельности и развитию дальней авиации не имели. Все руководство боевыми действиями и развитием дальней авиации шло только через Сталина и только по его личным указаниям. Никто, кроме него, касательства к авиации дальнего действия не имел. Случай, видимо, уникальный, ибо мне других подобных примеров неизвестно. 68 раз Сталин встречался с Головановым в своем служебном кабинете в Кремле. Планирование перелета в Тегеран также обсуждалось им лично со Сталиным. Голованов пишет, что осенью 1943 года он был вызван на дачу Сталина. Начав разговор последний, совершенно без всякого перехода неожиданно сказал полетим в Тегеран, на встречу с Рузвельтом и Черчиллем. Нужно, чтобы под руками были самолеты как в Баку, так и в Тегеране, но никто не должен знать о нашем там присутствии. С этого момента Голованов занялся разработкой всех вопросов, связанных с обустройством воздушного моста по маршруту Баку-Тегеран-Баку. Вскоре он узнал, что до Баку советская делегация отправится поездом. Далее, до Тегерана самолет с делегацией должен был вести шеф-пилот Берии Виктор Грачев, который уже был в Тегеране и хорошо знал трассу. Голованову было предложено представить Сталину заключение о Грачеве. Справки были наведены. Отзывы о Грачеве были хорошие. Были подготовлены два экипажа из летного центра дальней авиации Андреева и Воскресенского и экипаж Новикова из гражданского воздушного флота. Устанавливался срок командировки – 10 суток со дня вылета. Один из участников полетов по указанному маршруту Борис Тихомолов, который родился в Баку в своей повести «Небо в огне», вспоминал, что для обслуживания правительственного маршрута для советской делегации было выделено семь самолетов. Возглавил группу Голованов, у которого был настоящий Дуглас с моторами «Райд Циклон». И его скорость была несколько больше, чем у других самолетов. Тихомолов, вслед за Головановым также говорит об изменении маршрута в ходе полета на Баку. Самолеты должны были лететь на восток, а аэропорты этой трассы были готовы нас принять. Нас ждали в Перми, а мы сели – в Сталинграде, и пока мы были в Тегеране, нас искали как без вести пропавших. На поиски самолетов и их экипажей были направлены лыжники и воинские части. Переброшенные в Баку самолеты прибыли заранее и были подготовлены к новым перелетам. Голованов вспоминал прибыли в Баку, где я стал дожидаться сообщения о прибытии поезда из Москвы. Литерный прибыл в Баку 26 ноября рано утром. Если память не изменяет, было 4 часа утра, когда мне позвонил Сергей Круглов, начальник оперативного НКВД, и сообщил, что в 5 часов я должен быть на вокзале. Не успел поезд остановиться, как я услышал свою фамилию и направился к вагону, откуда меня позвали. Прошел в салон, где кроме Сталина были Ворошилов, Молотов и Берия. Поздоровавшись, Сталин спросил, все ли в порядке. Ответив утвердительно, я доложил, что погода, как говорится, по заказу. Выслушав меня, Сталин сказал, что имеется в запасе день. В Тегеране нужно быть завтра, и поэтому он предлагает мне слетать туда и вечером вернуться обратно, а завтра вместе полетим в Тегеран. Так как это не было прямым приказанием, я возразил и доложил, что такой редкостной погоды больше не дождемся и нужно вылетать чем скорее, тем лучше. Зачем подвергать себя возможным болтанкам или неустойчивой погоде, когда можно сегодня всего этого избежать. Сталин после недолгого размышления указал Голованову на то, что он несет личную ответственность за этот полет. В итоге, решение было принято и некоторое время спустя все отправились на аэродром, где уже ждали самолеты. Кстати, о полете Сталина в Тегеран пилот его самолета Виктор Грачев узнал лишь тогда, когда на аэродроме Верховный вышел из автомобиля и направился к самолету. Машины поднялись в воздух около восьми часов утра. Погода, действительно, оказалась сверх ожиданий хороший, и полет до Тегерана прошел отлично. В воздух из Баку поднялись, взяв курс на Тегеран, два самолета Си-47. Си-47 это американский военно-транспортный самолет, разработанный на базе пассажирского ДС-3. В СССР эти машины обычно именовались Си-47. На первом, которым управлял Грачев, летели Сталин, Молотов, Ворошилов, Берия и охрана, на втором, на котором находилась обслуживающая группа, за штурвалом сидел сам Голованов. Пока готовился перелет делегации из Баку в Тегеран, из Астары, совершив 300-километровый марш, в иранскую столицу прибыли 10 автомобилей гаража особого назначения. Сталину и группе его личной охраны выделялись 4 автомашины Покарт, Линкольн, ЗИС-101 и Кадиллак. Остальные 6 автомобилей предназначались для Молотова, Ворошилова и Берия. В дни работы конференции оценивались на надежность все стороны обеспечения безопасности проводимого мероприятия. Например, большое внимание уделялось вопросам уязвимости в диверсионном отношении водоснабжения советского посольства. В посольство вода шла с гор по водоводу, имевшему 895 неохраняемых колодцев киризов. В связи с этим было принято решение о доставке питьевой воды из горных источников автоцистернами, также специально прибывшими из Баку. На время проведения встречи лидеров СССР, США, Великобритании в Тегеран была направлена группа офицеров. В эту группу был назначен и сын Берия Серго. Он в своей книге об отце писал «Я уже год учился в академии, когда пришел приказ командировать меня в Москву. В связи с чем это было, я не догадывался. Уезжая из Ленинграда, знал только, что направляюсь в распоряжение Генерального штаба, приказ пришел оттуда. Не внес особой ясности и разговор, состоявшийся в Москве ты направляешься на спецзадание. Аппаратуру, которую получишь, следует установить в одном месте. Ни о какой конференции речь не шла. Не знал я и о том, что летим в Тегеран. Даже что сели в Баку, узнал только на летном поле. В Тегеран прилетел, с группой офицеров. На аэродроме расстались, и я до сих пор не знаю, кто и с какой целью летел в Иран. Больше мы не виделись. Суть задания в советском посольстве Серго Берия объяснил сам Сталин. В период работы конференции связь с Баку поддерживалась постоянно. Оттуда самолетами доставлялось все необходимое. И не только. К примеру, во время одного из завтраков, который устраивала советская сторона, Рузвельту особенно понравилась лососина. Сталин это запомнил. Во время следующего завтрака Сталин в беседе с Рузвельтом сказал, я распорядился, чтобы сюда доставили одну рыбку, и хочу всем ее теперь презентовать, господин президент. Это чудесно, воскликнул Рузвельт, очень тронут вашим вниманием. Мне даже неловко, что, похвалив лососину, я невольно причинил вам беспокойство. Никакого беспокойства, возразил Сталин. Напротив, мне было приятно сделать это для вас. Далее, обращаясь к переводчику Бережкову, Сталин сказал, пойдите в соседнюю комнату, скажите, пусть принесут сюда рыбу, которую сегодня доставили самолетом. Через некоторое время в зал вошел офицер охраны и спросил, можно ли внести посылку. Получив согласие, он вышел, а Сталин сказал, сейчас принесут рыбку. Все повернулись в сторону двери, из которой через несколько мгновений появились четыре рослых парня в военной форме. Они несли рыбину метра в два длиной и полметра в диаметре. Процессию замыкали два повара, филиппинца и работник американской службы безопасности. Чудо рыбину поднесли поближе к Рузвельту, и он несколько минут лубовался ею. Затем вся процессия с лососем удалилась. Коснемся анализа общеполитической обстановки, оказавшей влияние и на техническую сторону подготовки и проведения Тегеранской конференции. 1943 год стал переломным для Советского Союза в военном отношении, в экономике и мировой политике. 1943 год стал годом коренного перелома в ходе Великой Отечественной и Второй мировой войн. Этот перелом начался победой Красной Армии под Москвой, был развит и закреплен Сталинградским сражением и окончательно завершен Курской битвой. Советский Союз продемонстрировал всему миру свою мощь, способность и непоколебимую решимость самостоятельно довести войну с гитлеровской Германией до победного конца. Таким образом, Сталин ехал на первую встречу «Большой Тройки» как лидер одной из ведущих мировых держав антигитлеровской коалиции, без учета интересов которой уже не мог быть решен ни один из серьезных вопросов мировой политики. Вся деятельность Сталина, как одного из руководителей антифашистской борьбы, снискала признательность и уважение со стороны других его влиятельных партнеров, Рузвельта и Черчилля. В дальнейшем, весь ход работы Тегеранской конференции и ее итоги укрепили положение Сталина, как выдающегося государственного деятеля, политика и полководца. Писатель, создатель самой крупной и фундаментальной научной биографии Сталина Святослав Рыбас особо подчеркивает многообещающий союз с Америкой. В частности, он обращает внимание на то, что американский журнал Time назвал Сталина «Человеком года». Немалую роль в этом имела Тегеранская конференция. С другой стороны, Тегеран позволил Сталину по-новому рассмотреть многие вопросы внутри политического плана. К примеру, в конце декабря 1943 года поздней ночью он позвонил наркому финансов Арсению Звереву и в течение 40 минут вел разговор о послевоенной денежной реформе. Иными словами, посла Тегерана Сталина уже все более интересовали послевоенные планы, в том числе и перспективы перевода экономики на мирные рельсы. Ощущения от исторических побед Красной Армии над фашистскими агрессорами буквально пронизывали всю атмосферу Тегеранской конференции. На заседаниях, в неофициальных встречах и беседах западные союзники выражали восхищение советскими военными успехами, в частности, беспримерным мужеством защитников Сталинграда. Примечательным событием во время конференции стала торжественная церемония передачи советской делегации от имени короля Великобритании Георга XI специально изготовленного меча в дар героям Сталинграда. Эллиот Рузвельт, бывший рядом с отцом и в Тегеране, подробно описывает церемонию вручения меча, зал заседаний был полон почетный караул, состоявший из офицеров Красной Армии и английских томми, Красноармейский оркестр, руководители армии и флотов трех великих держав, объединившихся против фашистов. Когда мы с отцом вошли, Сталин и Черчилль были уже в зале. Оркестр сыграл сначала национальный гимн, затем английский. Музыка наполняла комнату и лилась в открытые окна. Торжественность момента отражалась на всех лицах. В свою очередь, политолог Олег Ржишевский отмечал, Черчилль появился в мундире офицера британских вивес, до этого он носил синий в полоску костюм, и в последующие дни оставался в нем. Присутствующие на конференции сочли это своеобразной реакцией на маршальскую форму Сталина. После того как были исполнены гимны СССР и Великобритании, Черчилль взял в руки меч и произнес, «Его величество король Георг XI повелел мне вручить вам для передачи городу Сталинграду этот почетный меч, сделанный по эскизу, выбранному и одобренному его величеством. Этот почетный меч изготовлен английскими мастерами, предки которых на протяжении многих поколений занимались изготовлением мечей. На лезвии меча выгравирована надпись «Подарок короля Георга XI людям со стальными сердцами, гражданам Сталинграда в знак уважения к ним английского народа». Приняв меч из рук Черчилля, Сталин в ответной речи сказал, «От имени граждан Сталинграда я хочу выразить свою глубокую признательность за подарок Георга XI. Граждане Сталинграда высоко оценят этот подарок, и я прошу вас, господин премьер-министр передать их благодарность его величеству королю». Эллиот Рузвельт рассказывает, что после передачи меча Сталину, наступила пауза. Маршал Сталин медленно обошел кругом стола, приблизился к отцу и протянул ему меч для осмотра. Черчилль держал ножны, а отец вынул из них клинок из закаленной стали. Я был ослеплен его блеском. Руки отца казались маленькими в сравнении с размерами рукоятки, на которой уместились бы четыре руки. Король, глава империи, послал через своего премьер-министра-консерватора этот подарок, изготовленный мастерами, которые сами были своего рода аристократами, занимаясь аристократическим средневековым ремеслом. И этот подарок был вручен сыну сапожника, большевику, вождю диктатуры пролетариата, и он спокойно наблюдал. Как руководитель величайшей в мире производственной машины поднял этот меч ввысь. «Действительно, у них стальные сердца», – тихо произнес отец. Меч со звоном вернулся в ножны. По окончании этой демонстрации величайшего единства премьер-министр и маршал направились вместе с отцом на террасу посольства, чтобы сфотографироваться. Кстати, в Тегеране союзники обсуждали вопрос о послевоенной судьбе Сталинграда. Бережков, который на конференции был у Сталина переводчиком первого эшелона, свидетельствует, 29 ноября 1943 года Черчилль вернулся к утренней церемонии вручения меча Георга 11 Сталинграду. Он высказал мысль, что этот акт британского монарха символизирует рожденную в боях англо-советскую дружбу. Сам Сталинград, заявил Черчилль, стал символом мужества, стойкости русского народа и вместе с тем символом величайшего человеческого страдания. Этот символ сохранится в веках. Надо, чтобы будущее поколение могли воочию увидеть и почувствовать все величия одержанной у Волги победы и все ужасы бушевавшей там истребительной войны. Хорошо бы оставить нетронутыми страшные руины этого легендарного города, а рядом построить новый современный город. Развалины Сталинграда, подобно развалинам Карфагена, навсегда остались бы своеобразным памятником человеческой стойкости и страданий. Они привлекли бы паломников со всех концов земли и служили бы предупреждением грядущим поколениям. Рузвельту понравилась идея Черчилля, и он согласился, что было бы неплохо сохранить развалины Сталинграда в назидание потомкам, хотя, добавил он, это, разумеется, прежде всего, дело русских. Взоры всех устремились на Сталина. Насупившись, он медленно потягивал кофе из маленькой чашечки. Потом, неторопливым движением поставив чашку на столик, взял лежавшую тут же коробку герцеговины флор, закурил, затянулся, выпустив тонкую струйку дыма, сказал. Не думаю, чтобы развалины Сталинграда следовало оставить в виде музея. Город будет заново отстроен. Может быть, мы сохраним нетронутый какую-то часть его, квартал или несколько зданий, как памятник Великой Отечественной войне. Весь же город, подобно Фениксу, возродится из пепла, и это уже само по себе будет памятником победы жизни над смертью. Тегеранская конференция лидеров «Большой Тройки» завершила свою работу 1 декабря 1943 года. Голованов так описывает отбытие советской делегации из иранской столицы, «В ночь перед вылетом из Тегерана я был вызван к Сталину. Здесь же был Иберия. Настроение у Верховного было хорошее. Сталин высказал удовлетворение прошедшей конференции, а точнее, результатами личных встреч и переговоров с Рузвельтом. Сталин сказал, что утром нужно отправляться домой, и спросил, как мы полетим обратно. Я ответил, что полетим тем же порядком, как и сюда, только, вылетев после него, я прибуду в Баку несколько раньше, чтобы получить его указания после завершения полета. Что касается погоды, нужно приготовиться к тому, что в пути, видимо, немного поболтает, но с этим придется смириться. Для того, чтобы ясно себе представить конспирацию самого полета, достаточно сказать, что истребители, которые сопровождали самолет Верховного из Баку до Тегерана и обратно, не знали, кого они эскортировали, до объявления в газетах об их награждении. Летчики были подняты по тревоге, оказались по прилете в Тегеран в одних комбинезонах, пробыли там, не отлучаясь никуда с аэродрома, все дни конференции и, лишь возвратившись в Баку, смогли переодеться в свою повседневную одежду. На аэродроме в Баку, еще раз высказав свое удовлетворение результатами закончившейся конференции, дав указания представить к награждению участников, обеспечивающих работу конференции, а также летчиков-истребителей, сопровождавших нас туда и обратно, Сталин сейчас же на поезде У был в Москву. Что касается Виктора Грачева, на самолеты которого летал Сталин, то представление Голованова о награждении его орденом Суворова первой степени Сталин им было подписано. Тихомулов оставил нам свидетельство очевидца об отлете Сталина и сопровождавших его лиц из Тегерана, утром 2 декабря, команда, готовится к вылету. Отревели моторы, и над аэродромом повисла тишина, напряженная, необыкновенная. Люди разговаривали шепотом. Мы выстроились возле правого крыла и замерли в ожидании. Замерло все. Тихо. И в этой тишине стал отчетливо слышен нарастающий звук шуршущего гравия под колесами автомобиля. Длинный черный лимузин остановился возле нас. Щелкнул замок открываемой дверки. Палу обернувшись, я впился глазами в кареностую фигуру Сталина, выходящего из машины. Навстречу ему спешил командир самолета полковник Грачев. Скамандовав, смирно, и взяв под козырек, он доложил готовности экипажа к полету. Выслушав рапорт, Сталин пожал Грачеву руку, и тот, отступив на шаг в сторону, пригласил пассажиров на посадку. Сталин поднялся по трапу, вслед за ним вошли в самолет Ворошилов и Молотов. Дверь закрылась. Грачев запустил моторы, и общее напряжение спало. Тихомолов эмоционально описывает перелет в Баку, приехали и наши пассажиры погрузились, взлетели, набрали высоту. Перевалили через горы. Пролетели над Каспием. И вот мы уже дома. Пасмурно. Ветрено. Летит песок в глаза. Вокруг аэродрома, куда не кинешь взгляд, частоколом стоят нефтяные вышки. Баку. Все для войны. Все для победы. Рассказ о возвращении в Баку делегации во главе с Сталином органично дополняет Бережков. Советская делегация покинула Тегеран в середине дня 1 декабря, в первой машине отправилась группа военных, во второй улетел Сталин. Мы ждали, пока не поступило сообщение о том, что он благополучно приземлился в Баку. После этого с интервалом в несколько минут, в воздух поднялись остальные машины. И вот земля Азербайджана, Баку. Когда мы вышли из самолета на Бакинском аэродроме, Сталин еще находился там. Он стоял перед аэровокзалом уже не в маршальском облачении, а в простой солдатской шинели и в фуражке, без знаков различия. Рядом с ним находился Голованов и еще несколько военных. Вскоре на поле появилась вереница лимузинов. Сталин сел во вторую машину, рядом с шофером. На заднем сиденье поместилась его личная охрана. Все остальные быстро расселись по другим машинам, и кортеж на большой скорости направился в город, к железнодорожному вокзалу. Там стоял специальный поезд из длинных тяжелых салон вагонов. Поезд из Баку на Москву шел через Сталинград, где на обратном пути была запланирована длительная остановка. Атаманов так описывает прибытие Сталина 4 декабря 1943 года в Сталинград, он был в военной форме, шел быстрым, но удивительно ровным шагом, заложив правую руку за борт шинели, не оглядываясь, как будто он изо дня в день проходил здесь и все хорошо знает. За ним шли Молотов, Ворошилов. Пройдя перроном до ворот, Сталин остановился здесь, у выхода с вокзал на площадь, вокруг которой были одни развалины, и среди них высилась каким-то чудом уцелевшая полукруглая колоннада углового дома. Несколько минут товарищ Сталин смотрел на разрушенный город, он шел тем же ровным, быстрым, спокойным шагом, заложив руку за борт шинели, но было заметно, что он взволнован и мне так хотелось сказать ему. Да, Иосиф Виссарионович, много мы пережили горя, все разрушено, но мы залечим тяжелые раны. Среди руководителей области, встречавших Сталина, был Александр Воронин. В период Сталинградской битвы являлся начальником управления НКВД по Сталинградской области, принимал участие в обороне Сталинграда, был тяжело ранен во время боев. На вокзале состоялась беседа Сталина с партийными работниками и военными руководством Сталинградской области. В своей книге «Щит и меч Сталинграда» Воронин пишет «Товарищ Сталин спросил. Мне много рассказывали о беспримерном мужестве и стойкости наших бойцов и командиров по обороне высоты 102 в Сталинграде в дни битвы. Хотелось бы увидеть эту высоту. Где она? Это Мамаев курган. Во время обороны он значился на всех картах как высота 102. Он слева от вокзала, но отсюда, к сожалению, не виден. По пути в Москву обязательно увидите. Из соседнего вагона на перрон вышли Молотов и Ворошилов, которые принимали участие в Тегеранской конференции. Что это за здание из красного кирпича? Спросил товарищ Сталин, указывая на разрушенный дом неподалеку от вокзала. В 19-м году там размещался штаб обороны Царицына. Вам, товарищ Сталин, должно быть знакомо это здание. Иосиф Виссарионович кивнул. Достал трубку, но не закурил и пристальней смотрелся в руины здания. Верно ли, что сейчас принимаются все меры и прикладываются все силы, чтобы как можно быстрее восстановить Сталинград? Как скоро продвигается дело с расчисткой развалин, используются ли в этой связи пленные? Так точно. Но используем далеко не всех, так как многие из них тяжело больны дистрофией и сейчас лечатся. Сталин продолжал смотреть на развалины, которые окружали станцию, на обгоревшие в огне сражения и стены вокзала. Казалось, Сталин не в силах отвести от них взгляды и хотел надолго запечатлеть все в своей памяти. Сталин совершил поездку по городу. Сотрудники охраны и Сталинградского управления НКВД, ввиду существовавшей еще минной опасности, пытались отговорить Сталина от автомобильной поездки по городу. Но Верховный настоял на ней. Алексей Рыбин, сотрудник личной охраны Сталина с 1931 года, являлся свидетелем многих событий в жизни Сталина. По его свидетельству, Сталин, показывая разрушенные здания Сталинграда, сказал, такое никогда не забывается. Сталин осмотрел горы касок немецких солдат, убитых под Сталинградом. Затем глубоко вздохнул и заметил, а в каких-то были головы немецких парней. Завоеватели мирового пространства. Бредовые идеи Гитлера погнали на восток немецкую молодежь. И что же? Завоевали себе могилу в сталинградских равнинах и горах. Затем Сталин осмотрел подвал, где был штаб фельдмаршала Паулюса. Гитлер рвал и металл, требуя, чтобы Паулюс застрелился, но не сдавался в плен. Но Паулюс не застрелился. Он хотел жить и оказался в плену. Рыбин пишет о том, что Сталин сказал о Сталинграде разоренном, но не скланившемся перед гитлеровской армадой, а город мы выстроим красивее прежнего. С нашим народом все сделаем. Интересные воспоминания о пребывании делегации в Сталинграде оставил кавалер трех орденов красной звезды, ордена Отечественной войны второй степени, медалей, за отвагу, за оборону Сталинграда, старший лейтенант медицинской службы в отставке Гачи Асланов. Среди его документов и воспоминаний вызывают интересы те, которые описывают пребывание Сталина 4 декабря 1943 года в Сталинграде, когда на его охране стояла специальная офицерская рота. Гачи Асланов писал, увидев город в руинах, разрушенный бывший штаб Паулюса, рассыпанные по улицам немецкие каски, он глубоко вздохнул. Эх, вы, горе-победители. Эти каски на чьих-то головах были, но ничего, мы отстроим город красивее прежнего. Вместе с нашим народом все заново создадим. Автомобиль Сталина двигался по разрушенным улицам, между останками сгоревшей немецкой техники. Внезапно машина верховного главнокомандующего на крутом повороте столкнулась с грузовиком. Когда водитель грузовика сошел вниз, мы увидели, что это – женщина. Пришлось и грузовик, и водителя взять в окружение. Сталин сошел со своего автомобиля. Узнав Сталина, водитель-женщина стала трястись от страха и плакать. Подойдя к женщине, Сталин стал успокаивать ее. Не бойтесь, наша машина в порядке, она очень мощная. Вы постарайтесь свою машину починить, прижав плачущую женщину к своей груди, он погладил ее по волосам. Вдруг, откуда ни возьмись, появился милиционер. Сталин заметил, с какой суровостью посмотрел тот на нарушительницу. Не трогайте ее, поспешил сказать он, вам никакого дела не должно быть до нее. Она не виновата. Лучше помогите ей починить грузовик, сказал Сталин. И, сев в свою машину, поехал дальше осматривать улицы города-героя. Конечным пунктом маршрута стал тракторный завод. На тракторном заводе Сталин осмотрел ряды отремонтированных тридцать четверок, выслушал пояснение наркома танковой промышленности Вячеслав Малышева, ничего не знавшего о транзите через Сталинград высокой правительственной делегации. Сталин высоко оценил деятельность Малышева в организации работы промышленности Сталинграда, а также его руководство организации рабочего батальона Сталинградского тракторного завода. После победы Малышев был награжден орденом Кутузова первой степени. Этот орден вручался, согласно статусу, высшему командному составу. Получил Малышев и медаль, за оборону Сталинграда. За рулем автомобиля Сталина во время следования по городу находился водитель Кривченков. По возвращении Сталин прощально оглядел центральную часть города. Окрестные развалины закрывали от его взгляда главную площадь города, где ежилось большое, да нельзя разбитое здание бывшей главной гостиницы Царицына из Сталинграда. В 1918 году Сталин жил в этой гостинице, руководя располагавшимся там же Чрезвычайным продовольственным комитетом Юга России. В отчаянном положении на эту работу его выдвинул сам Ленин. Вся черная работа по сбору хлеба для голодающих губерний и столицы была тогда на Сталине. Литерный состав отошел от Сталинградского вокзала. В районе Мамаева кургана поезд на минуту остановился.